Здравствуйте! В эфире телеканал ЖТСУ. Вы смотрите очередной выпуск программы «Полицейская служба». В телестудии Департамента полиции Алматинской области журналист Антон Хатиновский смотрите в нашем сегодняшнем выпуске. Правила дороги – это правила жизни. Стражи дорог проводят широкомасштабное профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Сколько веревочки не виться, а конец будет. Полицейские обезвредили очередную группу скотокрадов. Паспорт – 82 года. Сотрудники миграционной службы помогли ряду граждан получить документы. Некоторые из них удостоверение личности получают впервые. А теперь об этом и другом более подробнее. Сейчас личный состав патрульной полиции несет службу в усиленном варианте. Увеличена плотность нарядов патрульной полиции, пешего патрулирования, а также усилена работа участковых инспекторов. Это вызвано проведением очередного профилактического мероприятия, главная цель которого – усиление активизации профилактической работы и контроля за соблюдением требований в области безопасности дорожного движения среди его участников, обеспечения надлежащего общественного порядка. Организована мобильная проверка водителей по всем учетным базам данных в целях выявления лиц и транспортных средств, находящихся в розыске, на предмет совершения ими повторных и систематических правонарушений в течение года. Выявляют и водители, которые управляют авто с подложными госномерами, тонированными стеклами, без государственных номерных знаков. Кипит работа и в регионах, где наблюдается затрудненное дорожное движение с насыщенным потоком автотранспортных средств. В последнее время участились жалобы на так называемых обочечников, которые объезжают пробки со стороны обочины или того хуже по полосе встречного движения. Именно таких лихачей и призывают к ответственности полицейские. Напомним, в настоящий момент по области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Стражи порядка рекомендуют всем участникам дорожного движения неукоснительно выполнять требования правил дорожного движения. От этого зависят человеческие жизни. Кстати, о человеческих жизнях. Патрульные полицейские в очередной раз выступили в роли ангелов-хранителей. На этот раз для 15-летнего подростка, которого неожиданно накрыл эпилептический приступ. Ребенок упал в обморок на глазах у полицейских, которые патрулировали обслуживаемую территорию. Все происходящее беспристрастно фиксировали их видеожетоны. Подбежав к мальчику, стражи порядка оказали экстренную медицинскую помощь. Понимая серьезность ситуации, полицейские решили самостоятельно госпитализировать ребенка, не ожидая скорой помощи, вызванной на место происшествия. В многопрофильную больницу подростка доставили в течение пяти минут. В ходе мониторинга социальных сетей установлено, что в воскресенье на страницах всех блогеров города Талдыкурган была опубликована благодарность от родителей, которые не могли найти сына, ушедшего в магазин. Позднее они узнали, что полицейские во время патрулирования оказали ему своевременную помощь и фактически спасли, доставив его в больницу. Это не первый случай, когда полицейские экипажа Борт-158 приходят на помощь людям. Так в прошлом году они в сложных погодных условиях оказали помощь пожилым людям, что было зафиксировано на их видеожетонах. При патрулированном административном участке мы заметили, что человек упал в оморок. После проехали к данному человеку, увидели, что он задыхается. Незамедлительно вызвали скорую и оказали ему первую медицинскую помощь. После, как его состояние было критическое, мы, не дожидаясь скорой помощи, выехали в самую многопрофильную больницу. После доставления данного гражданина в многопрофильную больницу, ему оказали медицинскую помощь. Я не считаю, что это героический поступок, так как на моем месте мог оказаться каждый сотрудник и оказал бы такую же первую медицинскую помощь. Помогли и ряду граждан и сотрудники миграционной службы, куда обратились представители реабилитационного центра для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. Проблема, самое главное, отсутствие документов. К примеру, одна из счастливых обладателей заветного документа – 82-летняя бабуля, которая удостоверение личности получила впервые. Вместе с ней еще трое жителей впервые официально зарегистрировали свои личности. Отныне эти люди стали равноправными гражданами Республики Казахстан и смогут получать заслуженную пенсию. Мы поддерживаем законное пребывание в Республике Казахстан с тем, что вы стали равноценным гражданином нашей страны. Получить документы по прошествию лет не так-то просто. Сотрудникам миграционной службы приходится проводить целое расследование по установлению и опознанию личностей. Сюда же входит сбор различных подтверждающих справок для принятия гражданства. С января 2020 года по сегодняшний день люди, которые проживают без документов, удостоверяющих личность, их было 21. То есть за этот год, за промежуток этого времени мы сделали 21 удостоверение личности гражданина Республики Казахстан. Люди по каким-то причинам, некоторые с финансовыми проблемами, некоторые с тем, что их документы утеряны, вовремя не обращаются. Согласно Конституции Республики Казахстан и закону о гражданстве, человек получает документы до 18-летнего возраста. По достижению 18-летнего возраста ему уже надо доказывать свое определение гражданству Республики Казахстан. С начала года принято в казахстанское гражданство 7508 граждан, рассмотрено и признано гражданами Республики Казахстан 353 человека. Устойчивую группу скотокрадов задержали оперативники Кирбулакского района. Злоумышленники похищали безнадзорный скот. Двух мужчин подозревают в краже шести голов у одного из местных жителей. В ходе грамотно организованных оперативно-розыскных мероприятий похищенный скот был найден и возвращен законному владельцу. В ходе следствия выяснилось, что подозреваемые похитили коров на автомашине ГАЗ-53 и вывезли их в Коксусский район, где продали. Задержанные ранее не привлекались к уголовной ответственности. В Алматинской области, несмотря на активную работу природоохранной полиции, по-прежнему продолжают шалить браконьеры. Очередной из них был задержан с полусотни килограммов незаконно добытой рыбы. Выявили нарушителей в ходе проводимого рейда в рамках ОПМ «Браконьер». Полицейскими были задержаны 32-летние и 33-летние жители села Актас Толгарского района, которые при помощи запрещенных мелкоячейстых сетей на моторной лодке занимались незаконной ловлей рыбы. Правоохранители изъяли у горя рыбаков лодку с мотором, сети и 50 килограмм свежевыловленной воблы. В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по статье 335 УК Республики «Незаконная добыча рыбных ресурсов». В ходе совместных рейдовых мероприятий выявлено 105 правонарушений, в числе которых 59 нарушений правил охоты, 20 рыболовства, 13 нарушений правил содержания и защиты зеленых насаждений. Возбуждено 4 уголовных дела. В полномоченный орган направлено 6 административных материалов за незаконную перевозку рыбы и одно захоронение сексаула без соответствующих документов. Изъято 5 единиц огнестрельного оружия. Мы напоминаем жителям области о том, что незаконная добыча рыбных ресурсов, охота на животных и уничтожение исчезающих видов растений преследуются по закону. Просим всех граждан не нарушать природоохранное законодательство. Активная фаза ОПМ «Браконьер» продлится до 30 сентября текущего года. Из 106 фактов было возбуждено 5 уголовных дел. Это можно отметить в Елийском районе. Выявлено 2 факта незаконного обращения с видами животных, находящихся под угрозой исчезновения. К примеру, в Елийском районе за незаконный отстрел двух птиц, находящихся под угрозой исчезновения видов чернобрех и рябок, был задержан житель города Алматы. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Также в Елийском районе местный житель выловил на удочку 8 рыб, тоже находящихся под угрозой исчезновения. Это Елийская маринка. В Талдыкургане задержан особо опасный рецидивист. В дежурной части Западного ГОП, начиная с апреля этого года, периодически регистрировались кражи из частных домовладений. Любитель чужого добра выслеживал момент, когда хозяева покидали жилище и затем проникал в него. В числе похищенного имущества значилась разная бытовая техника, продукты питания, велосипеды, которых в общей сложности насчиталось около 10 экземпляров различной модификации, почерк совершения. Отсутствие следов и свидетелей наводили на мысль, что кражи совершает опытный вор. Отрабатывая различные версии, сотрудники криминальной полиции проверили множество подозреваемых, и вот, наконец, удалось выйти на воришку, оказавшегося 10 раз судимым особо опасным рецидивистом 54-летним жителям города Талдыкургана. Впервые фигурант в конфликт с законом вступил в 15-летнем возрасте и с тех пор за колючей проволокой провел 35 лет. В основном попадался за кражи, но один раз его посадили за причинение тяжких телесных повреждений. Освободился фигурант из мест лишения в феврале 2020 года. Подозреваемому на сегодняшний день удалось доказать 12 эпизодов, все 12 потерпевших тепло поблагодарили сотрудников полиции за поимку опасного преступника. Школьные инспекторы проводят онлайн-совещания с детьми и их родителями в Алматинской области. Они предупреждают школьников о соблюдении санитарных требований и безопасном поведении на улице. Обучение проводится в режиме онлайн в связи с пандемией коронавируса. На онлайн-совещаниях, организованных местными отделами образования, представители ювенальной полиции дистанционно проводят беседы правового информационного характера, направленные на обеспечение безопасности учащихся, повышение их правовой грамотности и формирование законопослушности. На территории Алматинской области свыше 700 государственных общеобразовательных школ и более 70 колледжей. 182 инспектора группы ювенальной полиции закреплены как ответственные за правопорядок и правовое воспитание в данных учреждениях образования. Учитывая, что в этом году обучение проводится в режиме онлайн, мы решили таким же образом провести профилактическую беседу. Все инспекторы будут регулярно проводить информационно-разъяснительную работу с родителями, учащимися и педагогическими коллективами. Такая работа будет вестись на постоянной основе. Ее форматы будут меняться в зависимости от условий. Очередной факт культивирования наркосодержащих растений выявлен в Толгарском районе. В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Наркотик» оперативными службами установлен и задержан любитель травяного кайфа. 55-летний житель поселка Рыскулова Толгарского района, который у себя на даче в огороде выращивал коноплю, эксперты признали, что это марихуана. В общей сложности у подозреваемого изъято 35 кустов наркосодержащего растения. После официальных процедур задержанный неохотно признался в том, что лично находил семена и рассаживал на своем приусадебном участке, где заботливо ухаживал. Выращивал запрещенную травку он якобы для себя, так как с давних пор занимается ее употреблением. Все данные, доводы и факты проверяются в ходе досудебного расследования в соответствии со статьей 300 частью 1 Уголовного кодекса Республики Казахстана. На этом наш выпуск подошел к своему завершению. Будьте бдительны и помните, что только сообща, мы сможем навести общественный порядок. Ну, а если с вами что-то произошло, либо вы стали очевидцем про внушение, либо преступление, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102, либо по номерам телефонов соседского присмотра вашего региона. Но если у вас есть вопросы по работе полиции, присылайте их на наши электронные адреса, которые вы сейчас видите на своих телевизионных экранах. До следующих встреч в эфире телеканала ЖТСУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова